Через развитие себя стать причиной изменения жизни миллионов людей, ну это типа 2 часа в неделю, может быть 3. Я когда вышел оттуда, реально бизнес начал расцветать. А покажи свой кабинет, у меня нет кабинета. А что люди о нас подумают, вообще про другое, какие лендинги? Вот этот момент прям это было. Здорово, Игорь. Приветствую. Ребята, с нами сейчас Игорь Мвеладзе. У Игоря много направлений бизнесовых, и одно из них это онлайн-школа. Сейчас Игорь расскажет, что за онлайн-школа, какие другие бизнес-направления. И Игорь расскажет свою историю. Я делю это на 3 направления. Первое это оптовая торговля, там у нас 4 компании. Они занимаются поставкой строительного материала, пожарного оборудования, геосинтетических материалов и слаботочного оборудования. Это охранная система различная. Второй кластер, это как раз образовательные проекты. Здесь у нас с супругой Центр развития личности Арканум и школа астрологии, лаборатория жизни. Третье направление это инвестиционные проекты. Это то, куда мы вкладываем деньги. Я построил весь бизнес на партнерской модели. У меня есть партнеры, управляющие, которые занимаются ведением бизнеса. То есть ты операционный сейчас? Нет, я сейчас туда не вовлечу. У меня есть один день в месяц, когда я встречаюсь, подвожу итоги по месяцу, проверяю отчет, оставим цели, задачи, планы. В свое время высовываешься. Я в основном сейчас инвестирую. Это как раз образование и это наш IT-проект. Ты делаешь конкретный полезный продукт, который человек, получая, дает сразу качественную оценку. И ты можешь видеть результаты использования твоего продукта, как меняется жизнь людей. И это драйвит. Окей, расскажи, Пути, как вообще пришла идея Арканума и Лаблайва? Ну, начинала это все моя супруга с Лешей Пахабовым. Она стала первым организатором его вообще вот этих мероприятий. Вы запортили себя и оно начало лучше. Он как раз тогда стал победителем битвы экстасенсов. И вот она начала все это организовывать. Так началась история Арканума. С классического оффлайна. Ну, да-да, это было чисто оффлайн. Анонсы какие-то? Да-да-да, набирались люди. Они занимались, в принципе, развитием, можно сказать, через контакт. И оно так постепенно-постепенно разрасталось. И где-то, наверное, года два назад я начал к этому еще более пристально относиться. Интересный получается проект, потому что он и масштаб приобретает. Большое количество было именно по рекомендациям клиентов. А для меня это всегда показатель эффективности продукта, что это как бы крутой продукт. Ну, как говорят, что если ты хочешь узнать, как стоят реальные дела твоей компании, изучи Net Promoter Score, NPS, и мы с лояльностью клиента. Если они лояльны, а лояльность, это как раз-таки готовность рекомендовать. Я начал ей давать советы по поводу маркетинга, потому что я-то в тот момент развивал классический бизнес. И, конечно, мы с точки зрения маркетинга сильно далеко были от них. Мы понимали, что такое лендинги, что такое реклама вообще, в принципе. Я помню эти наши первые баттлы, когда я говорил, Оля, ну, сделайте лендинги. А что люди о нас подумают, да? То есть мы вообще про другое, какие лендинги, то есть у нас духовное развитие. Что мы там, еще баннеры, может быть, около метро будем вешать. Что еще, может, рекламу включать? Да, 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 да. Я говорю, это контекст, дайте, чтобы люди о вас узнали. Да ну, ты что, мы рекламируются, что ли будем? Наша стратегия тогда и наша стратегия сейчас с точки зрения маркетинга, она все равно не про рекламу. Все люди, которые есть в нашей языковой зоне, они все наши клиенты потенциальные. Вопрос только в том, что они не знают ценности. Да, и наша задача это объяснить, насколько важно духовное и личное развитие для того, чтобы быть успешным и счастливым в жизни. Умение работать со своими убеждениями, то есть вот правильная настройка самого себя, это умение правильно настроить взаимодействие с миром и умение правильно настроить, как бы это ни звучало странно, мир. Когда начинаешь выстраивать вот эту систему убеждений, ты по сути формируешь мир вокруг. Ты можешь жить в опасном мире, можешь жить в безопасном. Наша задача дать возможность человеку, раскрыв свой потенциал, пройти по оптимальному пути. Астрология, она некий навигатор, а арканум скорее это уже такой инструментариум для того, чтобы по этому навигатору максимально эффективно пройти. Мы в оффлайне не можем дать эти знания большому количеству человеку, ну, объективно. Когда ты работаешь в подобного рода ниши, да, если это так можно назвать, духовного развития, личностного роста, у тебя внутри работают специалисты, высокоосознанные, их деньги мотивируют очень относительно. Какая наша истинная миссия, чтобы эта миссия зажигала всех и нам хотелось, ну, инвестировать свое время, знания в это. Через развитие себя стать причиной изменения жизни миллионов людей через раскрытие их внутреннего потенциала. И мы понимаем, что да, в оффлайне узко слишком, мы не вытянем просто физически. И поэтому мы начали в онлайн идти, становясь той самой причиной вот этого запуска, когда человек сам понимает, что самое интересное, что он может в жизни прожить, это опыт работы над собой. Оля стартовала в 2009-м, в 2014-м они начали там вебинары, сейчас у них там пациентов на 80. Сейчас, да, сейчас у нас, конечно, основа это онлайн. Мы в месяц обучаем примерно, у нас от 2,5 до 3 тысяч человек. В месяц? Да, в месяц. Скажи, в какой момент ты решил переключиться вот больше? То есть сейчас я правильно понимаю, что ты вот свое время свободное инвестируешь много в Аркану? Ну, опять же, много, просто это значит, как если смотреть остальные мои проекты, то это много. Но это типа 2 часа в неделю. Ну, там может быть 3. Ну, да, если ты в оптовое торговлю инвестируешь час в месяц, то 2 в неделю, это уже мало. Не перерабатываешь, не устал? Я вчера только с ребятами общался, рассказывал, ну, вот мне супруга и до этого еще мой партнер Диана говорил о том, что, блин, ты снимаешь сторисы, и такое впечатление, что ты ездишь с утра доедешь, окайфуешь. Типа, поснимай, как ты работаешь, я не могу снять, как я работаю, потому что у меня работа вся внутри моей головы происходит. О, ребят, я только что придумал шикарную идею, и сейчас звоню Диане. Вот, мне там пишут, ребят, типа, покажи свой кабинет, а у меня нет кабинета. Вот я окончательно вышел из операционки в опти после того, как сказал, ребят, у меня больше нет здесь кабинетов, забирайте их, все. Вот этот момент, прям, это было хум. Но была какая тема, ты приходишь к себе в кабинет по старой схеме, да, ну, то есть, день начался, надо же куда-то ехать, на работу поеду. Приезжаешь на работу, приехал в кабинет, чем-то надо заниматься, и ты начинаешь просто какие-то задачи вытягивать с людей на себя. У меня реально мотивации уже делать это не было, я их просто брал, чтобы не сидеть, да, потом у меня переключалось внимание на что-то другое, и это просто на мне зависало. И я, когда вышел оттуда, реально бизнес начал расцветать, то есть, он прям реально, вот там сейчас лучше, чем было со мной. Внутри сформировалась такая команда, и, прежде всего, вот команда партнеров, которые действительно делают это от души, они получают от этого удовольствие, и это поэтому все расцветает. И убрав оттуда свое внимание, я только помог всему этому. Вы одни из крупнейших, как вы вообще оцениваете свою позицию? Мы крупнейшие. Крупнейшие. Если смотреть по количеству обучающихся, мы точно самые большие, но и не это самое важное, реально по качеству продукта мы самые. Я смотрю, исходя из отзывов, исходя из количества людей, которые приходят к нам вот просто сами откуда-то. Сейчас, конечно, в том числе благодаря вам, не скрою моей любви, моих нежных чувств на эту тему, очень много появилось в принципе людей, которые предлагают те или иные образовательные курсы. С точки зрения такой явной конкуренции ее нет, потому что, во-первых, рынок растет, то есть, в принципе, людей, которые готовы инвестировать свое время и деньги в свое личное образование, их становится больше, это раз. Во-вторых, с точки зрения продукта, объективно, ну, мы в разных категориях, потому что у нас 9 лет практики, они вчера упаковали свой продукт. И у вас уже там отзывы эти там, которые... Наше дело для нас лично, оно не про конкуренцию, у нас есть просто другие источники доходов, у нас нет задачи там выжить здесь по полной, да, там, заработать на этом, там, миллионы. Моя задача отдавать, и тогда вот начинает вот этот вот обмен, эту циркуляцию, и через этот проект получается это делать максимально качественно. На самом деле все мои менторы и такие взрослые люди, они говорят, если хочешь больших денег, ты перестань их хотеть, хоти как-то изменить мир в лучшую сторону, и тогда тебе мир даст инструменты. Кто-то может смотреть и думать, ну, чувак лукавит, типа, бизнес же это бабки, но на какой-то момент ты понимаешь, что у тебя есть уже деньги, на всю жизнь их хватит, плюс-минус нормально жить. А мы в акселераторе, у нас сдача, наши ценные и конечные продукты, это собственники прибыльных онлайн-школ. А чтобы прибыльная школа была, нужно навести порядок в голове, технология это всего лишь инструмент. И доказательство просто у нас там 1700 резидентов, и у нескольких сотен сразу все получается, а у других, ну, те же самые инструменты. Кто-то из них даже умнее, кандидат наук, там, все такое, ну, по многим параметрам. Я сейчас сам на эту тему работу веду, такую мою внутреннюю исследовательскую. Я называю это состояние, да, вот когда ты, ну, ресурсное состояние, там, состояние счастья, когда в этом состоянии ты просто все легко, ну, оно все само происходит. То есть у тебя приходят ресурсы, все, ну, оно прям складывается. И база это реально убеждение. Твои сотрудники у нас учатся, скажи, какое ощущение. Ну, на текущий момент мы вообще почему зашли, да, потому что я понимаю, что, да, окей, как бы мы там 9 лет в этом рынке, да, у нас у самих там головы квадратные, но при этом есть инновации, интересен был прежде всего продукт, потому что обучаете, вот как, прям, знаешь, по шаговым продвижению, по шаговым алгоритмам. И нам интересно было зайти туда, чтобы посмотреть, а не упустили ли мы чего-то. Например, то, что касается автовебинаров, для нас уже там было много инноваций. Глупо не использовать эти технологии, если мы действительно хотим, ну, дать максимальное количество, ну, на максимальное количество людей эти знания. Совет тем, у кого уже долгое время есть онлайн-проекты, ну, есть смысл продукт взять, потому что как раз там ты можешь найти новые фишки, на которые раньше, как бы, не обращал внимания. Часто ты живешь, развиваешь свой бизнес, и тебе кажется, что ты прям вообще супер-гуру в этом, да, а рядом с тобой есть люди, которые просто в другом направлении двигаются, и они там в другом сильно прокачались. И глупо не познакомиться с их опытом, а здесь у опыта есть очень понятная цена, при этом, ну, относительно недорогая. Это ответ еще, почему вы в лидерах, потому что вы там все равно выучитесь, развиваете. У нас в акселераторе, конечно, много новичков, которые вот совсем с нуля начали, но процентов там 10-15, те, у кого есть онлайн-школа уже на продолжительном времени, там 2-3 года они приходят. И действительно, этот обмен опытом, он очень нужен. Я помню, там есть молодой человек, который на картошке и каких-то огурцах зарабатывает. Да, 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 десятки миллионов на школе выращивания картошки. Я когда прочитал, я такой говорю, ой, может, что-то не так делать. Я думаю, ребят, если у вас онлайн-школа есть, и вы сомневаетесь, нужен вам, Александр, онлайн-школа или нет, нужен он вам, идите по ссылке, смотрите, звоните нашим консультантам, менеджерам. Чем прекрасен рынок онлайн-образования, то, что это свободный, чистый кэш. Ты получаешь деньги на ИП, оплатил свои 7% налогов, вот он твой кэш, который вот он просто есть и все. Для большого бизнеса это, как правило, вот в вопросах какой-то кризисной ситуации, это самый ценный ресурс, просто чистый, свободный кэш, который можно взять сейчас и закрыть какую-то беду. Всем онлайн-школы!